Пасторок Супак посвятил себя тому, чтобы охватить молодежь во всем мире, для того, чтобы помочь им стать лидерами следующего поколения. Его послание вывело многих людей из боли и тьмы и превращает их жизнь в яркую и радостную. Пасторок Супак говорит, что секрет новой силы и счастливой жизни, которому он учит, кроется в путях сердца, которые он открыл в Библии. Получив землю от правительства Замбии для образования Майн в 2016 году, пасторок Супак начал строительство центра Айвэев. В марте 2016 года с правительством Вьетнама было подписано соглашение об майнообразовании молодежи. Кроме того, в 2018 году также проводилась просветительская работа для наркоманов в городе Токум на Филиппинах, а также жертв групп повстанцев Колумбии. В дополнение к таким удивительным мероприятиям, недавно была переведена церемония инаугурации трехлетних программ по образованию в области Майнд. Таким образом, пастор встречается с многими президентами, премьер-министрами и министрами правительства. Постоянно проводят встречи, на которых пасторок Супак предоставляет щедрую поддержку. На данный момент Майд образование активно занимается подготовкой после подписания меморандума о взаимопонимании с 450 организаций в 95 странах мира. Форум христианских лидеров CLF недавно создал «Ветер перемен» в мире христианства. Представители церковных конфессий, различных церквей, в том числе президент христианской ассоциации из США, Африки, Азии, собираются вместе, чтобы объединить свои усилия по распространению Евангелия, основанного на Библии. Благодаря проведению CLF по всему миру, с 2017 года более 240 тысяч пасторов услышали Евангелие и перепроверяют свою духовную жизнь. Главный проповедник CLF, пастор Уксупак, согревает сердца христианских лидеров мира и вдохновляет их посланием «Давайте вернемся к Библии». CLF был проведен в Сеуле, в Южной Корее, в честь пятистолетия реформации Мартина Лютера во второй половине 2017 года. Пасторы со всего мира кричали «Давайте вернемся к Библии» в CLF вместе с библейским семинаром с пастором Уксупак в мае 2018 года. При участии более 500 представительных епископов со всего мира, включая Кисеве Артура Китанга, представителя кенийских христианских лидеров, министра по делам религии Замбии. Истинная Евангелие и духовная жизнь. На такую тему был произведен симпозиум. Кроме того, совместная пресс-конференция мировых христианских лидеров привлекла внимание средств массовой информации. В результате этих мероприятий был проведен Всемирный библейский семинар, проповедующий Евангелие в 94 странах, более 140 радиовещательных станций для 800 миллионов зрителей. Пасторы, которые призывали к перемене и преобразованию христианства, после его упадка создали движение, чтобы сосредоточиться только на Библии и объединить наши сердца с Богом, чтобы проповедовать только Евангелие. Теперь многие христианские конфессии разных стран полностью поддерживают и принимают участие в этом служении, чтобы проповедовать точно Евангелие вместе с пастором Уксупаком. Пастор Уксупак опубликовал 67 христианских книг на сегодняшний день, чтобы явить людям Божье сердце. Среди них самым бестселлером является книга под названием «Как я стал свободен от греха», которая была продана тиражом более миллиона экземпляров и переведена на 24 язычных языка. Эта книга говорит об истинном покаянии и Евангелии, которая обеспечивает прощение грехов тем, кто когда-то был связан им. Она учит пасторству и духовной жизни во всем мире, а также освобождает от теории или формальности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok